Вот, туман усиливается просто, вокруг ничего не видно. Как-то такой туман иду, но он был немножко даже сильнее. И смотрю, далеки из тумана выныривает собака, большая такая, за ней трещинка. И они так же плавно входят в туман. У меня с собой не было фотоаппарата заснять, это было очень красиво. Так как это было в лесу, я не знал, как себя вести с ними. Мало ли, что у них на уме, я свернул в другую сторону. В общем, в другую сторону я решил крюк сделать, чтобы не встречаться с ними. Мало ли, что у них там на уме. Собаки все-таки какие-то дикие, наверное, были, не знаю. Но это было очень давно. Я тогда ходил без всякой снастки, даже без грозного баллончика. Такой случай. После этого я стал брать все, что можно только. Да, и дети появились как-то. Так, аж иначе начинается. Сейчас покапывает. Да, дождливая туманная погодка. Туман не прекращается. Кстати, иду вслепую. Просто знаю направление. Но в тумане можно сбиться. Не знаю, как я доберусь до своего места. Когда я проверил фотоловушку вороны, они еще подкормку съедают. Приманку съедают. Они уже знают. Они прилетают. Даже когда я в тот раз шел снимать. Смотри, что там они уже налетали, когда я там что положил. Вот раз они уже прилетели с вороненком. Уже трое их там тусуется. Раньше они ему таскали еду. Ворон подзывал самку. Они ели. Ну, чаще наоборот. Точнее, ворон таскал гнездо. Потом прилетал, взывал самку. Они вместе там ели. Вот. Может, по-аналоге было по-другому, я не понял. Но каждый раз вот такую картину наблюдал. Так, я иду вроде в правильном направлении. Компас, что ли, достать? Компас-то я не взял в телефоне. Надо будет. Ну, пока вроде правильно. Если заслабишь, то придется идти по компасу. Потому что такой туман, я просто не вижу ориентиров. Я пока просто иду прямо в западном направлении немножко. Западно-северном. Там, может быть, моя сопка. Километра через два появится. Точнее, появится раньше, но... Так до места еще километра два идти. Так вот. Попался. Заветка сбился. Да уж. Давно я не попадал в такой туманчик. Туманчик-туманище. Какая красивая картинка. Кососника красного. Вот это туманище. Ориентировки вообще не видно. Приходится ориентироваться по компасу, Мюшка. Направление давать. Я в западное направление, поэтому так проще. Немножко сейчас. Такой... Вот один раз. Туман-то вошел. Можешь знать, куда идти. Но туман был еще, кажется, гуще. Я иду 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 через одно и то же место. Одна нога, она медленнее едет. Человек, если безориентирован, идет по кругу. Вот на этой... Если я не себя ощутил, пришлось тоже компас заставать и идти по компасу. Вот. Просто здесь такая тундристая местность. Вообще деревьев нет. Обычно все просматривается. Красиво. А вот сейчас вверх появится. Делаться наверх. Вот. И как я уже по туману. Потому что я по туману всю свою совку. Только сориентировался по компасу. Но смущает иногда миражи. Реально идешь, смотришь, бывает она. Сопка, идешь, идешь. А там спуск. А там нет никакой совки. Впервые с таким. Столкнулся явлением. Оказывается, миражи не только в пустынех бывают. Но и в туманах. На свое вручничное место так не дошел. Решил пойти обратно. Компасом воспользовался. Иду в сторону. На восток, наверное, дойти. Такое место нашел. Красочное. Здесь я не помню, что я где-нибудь когда-нибудь ходил. Перед должны быть озера. Я не знаю, их обошел, не обошел. Вообще не знаю, даже где я нахожусь. Честно. Не знаю, когда я приду. Куда. И куда я бы иду. Ну, хотелось бы, конечно, в точку входа попасть. Это не очень-то хотелось бы. Хочется путать где-нибудь. Какая красота реально. Снять, фоткай. Туман, кстати, усиливается. Ветер и дождь начинается. Пара за рта. Такое ощущение, вот туман, как ветер, как дымка. Я его где-то носит. Это аппарат не возьмет, наверное, такое. Продолжение следует.